В рамках проекта, представленного порталом экзогет.ру, поговорим сейчас о восьмой главе Евангелие от Марка. Здесь мы видим еще один рассказ о чудесном насыщении людей, большого количества людей, четырех тысяч человек, малым количеством хлеба. И вообще говоря, конечно, у читателя возникает вопрос, то ли это два разных чуда, два разных события, когда Господь Иисус сначала насытил пять тысяч человек пятью хлебами, потом четыре тысячи человек семью хлебами, то ли это два разных рассказа об одном и том же событий, которые дошли до евангелистов в разной устной форме и были по тем или иным, не вполне для нас ясным причинам, записаны оба, а не какой-нибудь один рассказ. На самом деле в Евангелиях бывает и так и эдак, когда в некоторых случаях из нескольких вариантов выбирается один рассказ, а в других случаях выбираются оба рассказа, которые по каким-то причинам оказываются важными и тот, и другой, которые содержат какие-то детали или подробности или подходы, которые для евангелистов кажутся важным сохранить. В первую очередь здесь, мне кажется, существенно увидеть то, что по-другому происходит это. Другие люди, наверное, и количество их другое, и количество хлеба другое, но тем не менее, в каком-то смысле суть все равно снова та же самая. Иисус берет хлеб, благодарит его, преломляет, дает ученикам, и ученики раздают народу, и это становится достаточной пищей для всех. Дальше, когда снова встречается Господь с фарисеями, они требуют от него доказательств. Они говорят, а по какому праву, почему ты совершаешь чудеса, учишь, и собственно знамение с неба для фарисеев означает некоторый знак, желательно чудесное событие, которое их бы убедило в том, что Иисус действительно тот, за кого себя выдает, что он действительно царь израилев, и вообще нужно слушаться его. Как будто того, что он говорит и делает, для этого недостаточно. И вот снова Господь обличает фарисеев, говоря, что ну вы хотите доказательств, так не получится. Доказательства не будет, не дается знамение роду сему. Они пытаются приступить, обратиться к Богу. Докажи нам, убеди нас. А Иисус свидетельствует о том, что Бог на это, в общем, как правило, не идет. Не идет. И вот это требование знамения очень тоже ведь вневременное, потому что в самых разных культурах и поколениях тоже люди говорят, вот если бы что-нибудь произошло, я бы тогда убедился и так далее. Я знаю, как должен Бог поступить, чтобы меня убедить. Иисус говорит о том, что на самом деле какие-то гораздо более человеческие, если так можно выразиться, взаимоотношения у людей могут быть с Богом. Это не разговор о том, что там ты меня убеди, а я буду решать, достаточно ли веское знамение мне с неба дали. И поэтому здесь невозможен на самом деле никакой диалог. Никакой диалог. Он оставляет этих фарисеев, садится в лодку и уплывается со своими учениками. И здесь в лодке по дороге он предлагает своим ученикам извлечь некоторый урок из этого, по-видимому, достаточно пространного. В реальности разговора с фарисеями, говоря, берегитесь вот этой закваски фарисейской. В первую очередь здесь важно для нас увидеть, попытаться подумать о том, что же такое эта самая закваска фарисейская. В первую очередь это, конечно, их уверенность в том, что они уже знают, как Бог будет поступать. Что они уже достаточно знают Бога, чтобы сравнить предложенные им знамения, если Иисус таковые знамения покажет, с тем, что, как они думают, должно быть. Они проверяют Иисуса на соответствие своим правилам, ни секунды не задумываясь о том, насколько вообще эти правила адекватны и отвечают божественному откровению. И, конечно же, они не разрешают Богу быть свободным, они считают, что Бог должен поступать так, как им это видится. Насколько вообще они готовы согласиться с тем, что Бог – живая личность, это большой вопрос. И вот своим ученикам Иисус с некоторой горечью, конечно же, говорит, вот смотрите, опасайтесь этого, опасайтесь думать, что вы уже все поняли, опасайтесь думать, что диалог с Богом можно закончить конечным списком того, что вам нужно сделать. Это еще одна фундаментальная фарисейская идея, что существует набор правил, которые надо выполнить, и больше тогда можно ни о чем не заботиться. Ну вот нельзя, как это нельзя делать в человеческих взаимоотношениях, ведь если бы речь шла о человеке, то было бы совершеннейшей нелепостью сказать, что мы точно знаем, как он должен поступать. Или мы выполнили ряд пунктов по отношению к этому человеку, и на этом наши обязательства заканчиваются, и жизнь тоже заканчивается. Тем более, так невозможно с Богом. И вот Господь говорит своим ученикам о необходимости действительно быть открытыми к Богу, о необходимости вдумываться, что тоже очень-очень важно, потому что его слова о закваске фарисейской, как оказалось, для учеников прозвучали совершенно буквально. Они думают, что вот, наверное, он имел в виду, что у фарисеев хлеб нельзя будет купить, а мы с собой не взяли, и вот о чем-то подобном. Это такое очень поверхностное, конечно же, рассуждение, на которое Иисус не соглашается, и которое он не разрешает своим ученикам. Знаете, часто нам кажется, что, ну вот, все просто, можно особенно не вдумываться. Нет, по-настоящему так не получается идти за Богом, а если и получается, то очень-очень недолго. Поэтому разговор о закваске фарисейской – это не только о лицемерии или потребительстве, но и о том, как мы слушаем Бога. Как в другом месте Господь Иисус говорит евангелистам, говорит ученикам, смотрите за собой, наблюдайте за собой, как вы слушаете. И, наконец, во второй части восьмой главы евангелист Марк рассказывает о поворотном событии всей евангельской истории, всего, собственно, сюжета, так воспринимают это событие все евангелисты, когда в окрестностях Кесарии и Филипповой Господь спрашивает у своих учеников, а за кого почитают меня люди, за кем меня считают люди. Ему предлагают какие-то варианты ответов. Кто-то говорит, что там за пророка, другие за Илью, который должен быть предшественником Христа, третий еще как-то, и тогда Иисус задает ученикам прямой вопрос, а вы за кого почитаете меня? Что думаете вы? И это, без сомнения, для каждого, кто читает Евангелие, вопрос, который обращен лично к тебе, что ты думаешь, за кого ты почитаешь Иисуса. Оказывается, вовсе не получается спрятаться за распространенными мнениями, хотя это было бы очень удобно. Время было такое, да, и в наше время вот там Иисуса считали тем-то. Нет, ты за кого считаешь меня? Исповедание Петра фундаментально важно, в первую очередь, вот этим вопросом, который задается непосредственно и напрямую, и увильнить от которого нельзя. Невозможно быть учеником Иисуса, не отвечая так или иначе на этот вопрос, хотя бы сначала для себя. Да, за кого ты почитаешь вот Иисуса из Назарета? И, конечно, также важно, что Петр на этот вопрос решается, решается сказать, это не легкое дело, и для него ведь «Ты Христос, Сын Бога Живого» слова очень и очень значимые. Для него это в первую очередь подразумевает, что в Иисусе все, так сказать, вековые чаяния и ожидания людей, ожидания того спасения, которое Бог обещал, вот они сосредоточены в Иисусе. И Петр говорит, да, мы думаем, я думаю, что ты Христос, Сын Бога Живого. И сам вопрос, и прямой ответ – вещь в каком-то смысле очень обязывающая, причем как и Иисуса, так и учеников, которые исповедуют Его Христом. И знаете, когда апостол Петр в своем первом послании пишет о крещальных обетах, может быть, он имеет в виду именно вот эту историю в окрестностях Кесарии и Филипповой, потому что, да, это до некоторой степени обещание Богу. Такие слова не могут остаться просто словами. И Евангелист Марк говорит о том, что после этого Иисус запрещает им, запрещает ученикам об этом говорить, об этом свидетельствовать кому бы то ни было. И в сущности в это время вокруг Него остаются только эти 12 человек, ну и еще совсем немного других людей. Сколько это, конечно, кроме 12 есть, но очень-очень немного. И здесь Иисус начинает говорить им о том, что, может быть, невозможно было бы для них понять до исповедания Петра, когда они действительно высказали вслух свою веру, свое убеждение в том, что Иисус действительно Христос, Сын Бога Живого, пришедший спасти мир, тогда он им говорит о том, что, да, это так, и Сыну Человеческому надлежит много пострадать, быть отверженному старейшинами, первосвященниками-книжниками и быть убитому. Никто из учеников не мог даже предположить, что что-то подобное произойдет со Христом. Петр в изумлении, отозвав его, говорит, что за странные вещи ты такие произносишь, да не будет этого с тобою. И Иисус отвечает ему, что эта мысль понятная, но она человеческая, а не Божья. Вот эта смерть и страдания, которые оказываются неотделимыми от нашего спасения, его смерть, его страдания, собственно, и есть то, ради чего он пришел в этот мир, это очень трудно понять. Тоже надо сказать, что на протяжении своей истории христиане часто пытаются объяснить происшедшее на Голгофе с разных сторон, рассуждая, почему так было нужно, или можно ли было как-то иначе. Но мне кажется, что для Господа гораздо важнее не то, чтобы мы нашли подходящее объяснение, сколько чтобы мы согласились идти за ним, как за Христом, и вот на этом пути тоже, чтобы мы что-то такое попытались про Бога понять, видя, как Сын Божий умирает на кресте. Евангелист Марк вполне естественным образом свидетельствует, что дальше, подозвав народ, Господь говорит о том, что кто хочет сохранить свою жизнь для себя, кто хочет сберечь ее, тот в конце концов все потеряет, а тот, кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сохранит эту жизнь. Тоже, когда он говорит здесь, возьмите, кто хочет идти за мной, да возьмет крест свой и идет за мной, конечно, в первую очередь, увы, или в значительной степени, это приводит на память слушающих его людей образ, многих и многих погибших за веру, в том числе за два поколения, или за три поколения до этого, погибших за веру фарисеев, которые сотнями были распяты на кресте в середине первого века и дружеского Христова. Но это путь некоторого радикального следования правде Божьей, когда, даже если это для тебя грозит позорной и мучительной смертью, все равно то, что для тебя правда Божья, ты остаешься этому верен. И в этом смысле сегодня, конечно, для нас, пример новомучеников, это некоторое эталонное объяснение того, как, оставшись верными Богу, люди действительно берут крест свой и идут за ним. И вот Христос объясняет и ученикам, и народу, что до тех пор, пока для тебя ценностью номер один остается твоя собственная, собственная жизнь, даже величайшая ценность, все оказывается очень и очень непрочно, и в конечном итоге ты все равно все потеряешь. Он предлагает согласиться на то, что главная ценность – это он сам. Он сам, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, вот тот на самом деле не потеряет ничего, тот сбережет его. Конечно, это некоторая парадоксальная вещь, но согласиться на это очень и очень нелегко, но тем не менее, знаете, какое-то удивительное доверие Иисуса к нам заключается в том, что он все-таки такую трудную и такую непостижимую задачу перед нами ставит. Выбрать Иисуса в конечном итоге означает действительно выбрать его как абсолютную, единственную, главную и все определяющую ценность для человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .